Друзья, вы никогда не задавались вопросом, почему подавляющее большинство автомобилей, которые продаются на вторичном рынке где-то после 7 лет имеют пробег плюс-минус 200 тысяч километров, 250, 260 и дальше уже независимо от года выпуска они все равно упорно имеют пробег 200 тысяч километров с копейками мы решили раскрыть тему скрученных пробегов, конечно же, на наших любимых BMW, на которых мы все ездим и радуемся поэтому, ребят, смотрите внимательно, обязательно расскажите об этой теме друзьям на форумах BMW-шных, потому что сейчас поржем я вас уверяю, будет круто мы залезли на доблестный всем известный BMW Club, на котором продаются зачастую автомобили клубные, честные, добрые и никогда не обманивающих русских владельцев а, да? собственно говоря, вот мы видим объявление по продаже X3 трехлитровый дизель 2003 года точнее 2005, да? да, 2005, да якобы 2005 года, пригнанный из Германии в 2005 году с пробегом, собственно говоря, сейчас 127 тысяч километров ну, и причем, чуваки, мы специально не показываем, как бы, ни ник человека, ни его номер телефона, чтобы не палить контору как бы, винт тоже не хочется показывать, да, блин, так сказать да, да, да никого не обидит никого не обидит, теперь пойдемте в базу посмотрим дальше собственно говоря, благодаря работе с BMW, давней, некоторые сервисы, в том числе и наш, имеют доступ к некоторой базе BMW-шной, внутренней по пробегам, в которой пишется, на каком пробеге машина светилась и заезжала, собственно говоря, на дилерскую станцию автомобиль светился на дилерской станции с пробегом 227-660 явно это было не вчера собственно говоря, вывод о том, сколько смутано пробега, делайте сами ну, и, наконец, финальный бонус, прокладка мотора все, врубайка подожди, нет, я хочу сказать людям с дизельного мотора вот, 30-го хузова какой мотор? М21 М21 значит, сейчас речь пойдет о пробеге, о честном пробеге автомобилей BMW и как его можно узнать делается это очень просто, для этого вам нужен очень талантливый специалист вот он, Алексей вы, как всегда, мне рститесь безусловно здравствуйте, да значит, что мы сейчас будем делать дело в том, что, чтобы узнать честный пробег на BMW вы, конечно, можете посмотреть на руль, на педальки, на сиденья но это все технологии 18-го века у нас на дворе век 21-й и есть ряд блоков в автомобилях, которые можно, так сказать, продиагностировать подключив специальное диагностическое оборудование и понять, на сколько тысяч километров либо наши друзья из Германии вас кинули либо уже наши друзья из России вас кинули итак, смотрим честный пробег на BMW X5 давай для начала хочется уточнить, что все это зависит от лени тех, кто делал этот пробег во всех ли блоках они его поправили насколько это возможно Лех, ты чего такой грустный? либо мотать можно все на сегодняшний момент мотаются только машины начинается F30 и рестайлинговые F10 точнее не мотаются, но мотаются очень криво не во всех блоках там стоят китайская обманка, ну ладно, это лирика у нас сейчас на примере есть шикарный автомобиль BMW E53 какого года выпуска? 2001-й, друг мой 2001-й, который покатался сначала где-то по странам европейских я сейчас даже расскажу я сейчас, простите, я расскажу да, мы пока подключаем компьютер, я расскажу дело в том, мы пробивали вин этого замечательного автомобиля мы, кстати, вот потом пройдем, покажем на компьютере как мы это делали но до этого я еще пробивал, когда покупал у гайцов на самом деле вот этот X это проститутка он изначально был куплен в Москве а потом уехал куда-то на севера потом вернулся обратно в Петербург а потом уехал в Скабаристан и вот в Обскове у Диких Скабарей с нечеловеческими скепками в Москве откуда? не знаю, он продан в Москве первый раз а, он дилерский что-то? да, дилерский, да вот, и у Скабарей его удалось обжать у того у автомобиля минимум три четвертой владелец я правильно понимаю? мне кажется слушай, я не помню уже, что по ПТ-ски ну да, минимум четвертой владелец мы пытали продать при каждой продаже мне кажется, ну раз в два точно раз в два точно ну что мы включили? автомобиль 2001 года на данный момент на приборке у нас 249 тысяч подожди, давай я переключу камеру все равно потом в экране посмотрим ну все равно, чтобы людям было видно сейчас диагностика пройдет по всем блокам ну ничего, ошибки есть? конечно есть, это же BMW нет, ну давай людям правду говорить я же говорю, конечно есть, это же BMW если ты собираешься продать, то извини не получится рекламировать я его не буду у меня нет денег ладно, не суть собственно говоря, для данного автомобиля и поколения, ну до 2005 года включительно есть такая прекрасная вещь называется BMW Scanner 140 который уже китайцы шлепают во все ну у тебя же не китайский конечно у меня оригинальный, который давно уже нигде не продается никак его не достать ибо контора закрылась не суть ну вот он пробег на приборке собственно говоря, нет, покажи на приборку для многих, кто не знает в принципе вещь известная когда в BMW разные вины и пробеги в блоках основных в которых они записываются вот здесь загорается волшебная красная точка которую сейчас мы не видим потому что здесь вроде как все аккуратно и ровно сделано но оно бывает красава, что я могу сказать собственно говоря здесь в первоначальном меню есть такая функция просто идентификация, которая проверяется IKE это приборка EWS это иммобилайзер здесь мы можем сравнить вин номера в этом автомобиле пробег в этих двух блоках дальше идет комплектация не суть дальше нам интересно, что DME, моторный, собственно говоря мы можем зайти в него и посмотреть какой у него сейчас пробег в моторе записано 249-210 это, собственно говоря, сейчас можем зайти глубже и посмотреть историю программирования давай данный автомобиль вроде как ни разу не программировался программировался он в 2001 году один раз ибо при программировании в зависимости от настроек софта также записывается пробег коробка 249-400 тоже бьется проверяем на программирование не было программирования все аккуратно, четко также поехали EWS иммобилайзер ну, собственно говоря это основной блок иммобилайзера в котором записаны все ключи мы видим пробег 249-400 то же самое, что на приборке можем посмотреть собственно говоря где-то тут кейс статус был сейчас live data это данные ключа 249-403 это данные пробега в самом ключе то есть ключ тоже помнит? да ты чё ключ даже помнит в этих чудных автомобилях поэтому когда старое как говно мамонта старое как говно мамонта ключ перезаписывается автоматический пробег примерно через 300 километров после смотки многие об этом не знают поэтому у вас есть два ключа в автомобиле вы на одном смотрите пробег такой же как на приборке вставляете второй а в нем пробег другой ахахаха ибо человек который мотал забыл об этом предупредить хозяина машины и хорошо оно уехало дальше приборка понятна нам не смысленно смотреть дальше идет блок света в которой мы видим волшебную цифру в 632 тысячи 800 километров что за заморочное? чуть-чуть смотанный пробег не 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 подожди а может просто блок сдох и поменяли? конечно так оно и было но вин в нем поменяли а пробег забыли то есть вин от этой машины а пробег не от этой машины не подожди а может быть что везде перепрошили а в блоке света забыли а так и было скорее всего не 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 давай будем я думаю что блок поменяли я не хочу пробег икса 632 тысячи километров еще после этого видео ты его хрен конечно продаж такова жизнь а может его перепрограммировали давай зайдем 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 оно не программируется этот блок света в этих годах не программируется в принципе не подлежит программированию здесь программируется мотор и коробка и все Леш да иди в жопу вы можете открыть репрограмминг и кнопка user info files от программирования так называемые записи аифы она здесь для того что блок не программируется слышь я к тебе больше не приеду вот вам простой пример собственно говоря да ладно подожди то есть то есть пробег у этого корча 632 тысячи не может быть и больше его просто второй и третий раз когда мотали забыли смотать а первый раз смотали блок света печаль ну ладно друзья ну и не отходя от кассы еще давайте сейчас 90 кузов дизель протестим потому что есть у них тоже небольшие нюансы на дизелях есть такое понятие которое называется моточасы я извиняюсь за то что перебиваю не только на дизелях а на всех свежих машинах в том числе с бензиновыми моторами есть параметр моточасов собственно говоря данный образец давайте дверь закроем холодно дверь не закроется тут свои сбоку дырка давай без подробностей не надо снимать собственно говоря данный автомобиль прибыл из германии пробегом 65 тысяч километров шлакового лично купил в германии с таким пробегом потом мы узнали что по базе пробег светанулся скажем так в несколько большем виде но смотри здесь все и аккуратно это моя тачка не буду ничего рассказывать а про мою то есть можно про твою надо так собственно говоря здесь нам нужно найти есть такой параметр волшебный сейчас надо людям показать сейчас на данном автомобиле установлена система впрыска DDE7 0 собственно говоря которая отображает моточасы и можно даже посмотреть через импу это название многие знают собственно говоря в мозгах мы тоже видим пробег сейчас записанный равный 114 621 и моточасы моточасы у нас здесь показываются в секундах собственно говоря теперь нам нужно взять калькулятор сейчас я вам там калькулятор пожалуйста какие вопросы у нас здесь отличный китайский калькулятор какая прелесть пожалуйста пожалуйста давайте читайте чтобы было видно дальше что нам нужно сделать взять эту цифру так 5 0 8 8 это секунды 575 это секунда мы делим на 60 на минуты и еще раз делим на 60 на часы получаем часы то есть якобы мотор отработала на 1413 часов после чего нам нужно это умножить на среднюю скорость для городского автомобиля средняя скорость 40 не 40 это много по пробкам вот даже можно посмотреть здесь средняя скорость 30 и 4 ну хорошо 30 километров умножаем на 30 получаем что мотор якобы прошел всего 42 тысячи километров что за липуха тоже 114 собственно говоря ребята которые мотали пробег заморочились и скинули моточасы вот и все собственно говоря когда вы покупаете машину с пробегом больше 100 а у нее чуть-чуть моточасов явный признак того что просто смотали пробег то есть ты вот сейчас гнал на мой конченый эксперт и за нечеловеческое количество денег с пробегом за 600 тысяч километров понимаете и то может потому что только блок поменяли а у самого то у самого но если относят шутки в сторону смотрите моточасы да я так понимаю да на свежих автомобилях есть такой параметр обращайте на него внимание пересчитывайте по годам чуваков не сориентируешь наверное года где-то с 7 с 8 с 2007 года можно смотреть моточасы на тачку да ну ладно все лег спасибо а что нет в свежих машинах начиная с 7 с 8 есть много факторов таких как запись аккумулятора регистрации при которой регистрируется пробег который многие забывают стоп 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 запись аккумулятора да ввиду вашей технической неграмотности вы не знаете такого параметра как запись аккумулятора тихо 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 в автомобилях производится регистрация должна быть записана емкость аккумулятора дабы он жил и так сказать не тужил не суть Леш пробег при записи аккумулятора тоже записывается Леш пробег пишется во всех блоках в зависимости от оснащения диагноста он может это посмотреть или не посмотреть Леш собственно говоря удачи вам покупки честных БМВ Леш иди в жопу я к тебе больше не приеду но да я такой на самом деле ребят и того вам показали три машины во всех трех машинах которые мы показали пробег модный делайте почему мы показали x3 например а x3 да x3 показали x6 показали 90 поэтому x5 53 53 53 был еще один 90 который мы хотели показать но он был ровный поэтому мы не стали его показывать неинтересно неинтересно всем мира любви берегите тачки ребят всем пока подписываемся на канал ставим лайки приезжаем к Алексею кстати говоря ну я скромный человек красить не умею давай рекламу короче куда ехать на диагностику на проверки а ты сделай в подписи и все все равно все забудем все ссылки будут в описании всем пока целуем